Привет всем, добро пожаловать на наш канал. Здесь мы говорим про образование и джинс за рубежом, так что подписывайтесь. Недавно меня в комментариях попросили снять видео на тему документов для поступления магистратуры в США, поэтому вот оно и видео. Мы разберем, какие документы вам нужны будут на поступление на магистратуру с полным финансированием. А чтобы вам было наглядней, я также открою сайт университета, ну я в этом случае выбрала свой университет, рандомную программу, мы посмотрим, какие требования у этой программы, где они написаны, в каком формате, и плюс дополнительно посмотрим, какие требования к интернациональным студентам в этом университете. Ну а давайте я начну с описания стандартного списка документов, которые требуют практически все университеты. Первое, что вам нужно будет отправить, это онлайн-аппликейшн. Обычно на все программы магистратуры вы заходите на сайт программы, на сайт университета, там регистрируетесь, и у вас открывается аппликационный портал, и там несколько страниц, и вы просто заполняете информацию о себе, да, в каких университетах вы учились, где вы работали, может быть, ну то есть такая базовая информация. Потом также все университеты на программу магистратуры требуют ваши транскрипты, то есть, скорее всего, у вас должен быть диплом бакалавра, и нужно будет транскрипты, то есть выписка из диплома с вашими оценками, с курсами, которые вы брали, нужно будет отправить в университет, и они просто, они, к сожалению, не принимают копию дипломов от вас, вам нужно будет просить в ваш университет, где вы получили диплом бакалавра, отправить по электронной почте, либо по самой почте, отправить копии вашего диплома, да, и с транскриптами сразу в университет США, в котором вы планируете получать магистратуру. То есть они как бы вам не доверяют, чтобы вы сами отправили эти документы, да, мало ли вы там что-то подправили, свои оценочки, вам нужно reach out, написать своему прошлому универу и попросить их отправить оценки в новый универ. Надеюсь, понятно. Также вам, скорее всего, нужно будет отправить какое-то SOP, SOP это statement of purpose, но, по сути, это просто какой-то эссе, который отвечает на вопрос, поставленный университетом. Это, скорее всего, будет, почему вы хотите поступать на эту программу, почему хотите вы поступать в этот университет, или, может быть, это просто cover letter, если вы подаете на graduate assistantship position, они, скорее всего, спрашивают дополнительные cover letters, то есть какое-то эссе или несколько эссе вам писать придется. Также обычно требуют рекомендационные письма, recommendation letters, это обычно два или три письма от ваших либо прошлых работодателей, либо профессоров в университете. И последнее, конечно же, это application fee, за каждую заявку, которую вы отправили в университет США, придется платить. Welcome to capitalism, как говорится. К сожалению, для иностранных студентов есть дополнительные документы, которые придется нам с вами отправлять, потому что мы с вами не резиденты США. Первый из этих документов, это, конечно же, наш любимый экзамен TOEFL, ну или IELTS. Вам нужно будет доказать, что вы хорошо говорите на английском языке, и, к сожалению, это можно сделать только через официальные экзамены. Если вы планируете поступать только в США, сдавайте TOEFL, не тратьте свое время на IELTS. Также вам нужно будет сделать credential evaluation, это эвалюация вашего диплома. Проще говоря, это просто перевод, по сути, вашего диплома на американский формат. За это тоже нужно платить, к сожалению. И последнее, это financial certification. Перед тем, как вам дадут документы финальные, чтобы вы подали на визу, вам нужно будет показать, что у вас на счету есть какие-то деньги. Даже если у вас есть полное финансирование, скорее всего, они вас попросят отправить, ну хотя бы показать 5 или 6 тысяч долларов на вашем счете, чтобы у вас были деньги, чтобы они увидели, что у вас есть деньги на какие-то, ну может быть, экстренные расходы, да, мало ли что случится. Вы все равно, даже студенты с полным финансированием, все равно какие-то деньги на счету должны показывать. А сейчас давайте перейдем на сайт университета и посмотрим, что же именно они пишут. Я решила взять свой университет, как пример, Виланова Юниверсити и программа Applied Statistics. Так вот, мы с вами пришли на сайт одной из магистрских программ Виланова Юниверсити. Это Applied Statistics and Data Science Graduate Programs. То есть тут несколько программ. Мы тут немножко скроллим вниз и видим у них две программы. Давайте просто посмотрим на первую программу, нам не принципиально, что они здесь спрашивают. Online Application Form, как я вам сказала, переходите на сайт, скорее всего, просто где-то нажимаете здесь Apply Now и заполняете заявку онлайн. Да, боже мой! Транскрипты от своего университета нужно будет отправить им на почту или по мейлу, отправить ваши оценки, выписки, выписку с оценков и диплом. Который очень сложно сдавать, я его сдавала, у меня не было высоких баллов, сразу скажу, но видите, как они пишут? То есть, если вы хотите подать на фондинг, это не обязательно, вам не обязательно сдавать GRE, но они это recommend. То есть, скорее всего, если вы действительно хотите получить финансирование на этой именно программе, лучше GRE все-таки сдать. Вот, и также, если у вас, например, программа бакалавра, у вас GPA меньше трех, и если вы, например, получили свое образование, да, в странах за пределами США и Канады. То есть, смотря на вот эти критерии, я бы вам советовала, если действительно хотите поступать на эту программу, сдавать GRE. Далее, нужно будет три рекомендационных письма и 50 долларов на non-refundable application fee. Как я сказала, каждый университет требует, чтобы вы платили какую-то денежку за проверку, так сказать, ваших документов. Дальше, у некоторых программ есть prerequisite courses, то есть курсы, которые у вас должны быть в вашем дипломе бакалавра, или какие-то другие, может быть, вы получили какой-то сертификат, да, или какое-то дополнительное образование, но эти курсы вы должны были в какой-то части своей жизни взять и пройти. То есть, без этих курсов вас на эту программу, скорее всего, не принят. Далее, у нас есть дедлайны для ассистаншипа, ассистаншип это значит, что финансирование, 1 марта, ну и так далее. Funding Available Yes, вот такой вот у нас дедлайн. Также они пишут информацию по кредитам и tuition. Tuition это оплата за образование. Вот столько будет, у вас программа будет 30 кредитов. Обычная программа магистратуры 36, 30-36 кредитов, то есть это нормальный стандартный coursework для такой магистратуры. Так, что у нас дальше? Мы на все требования именно к этой программе мы посмотрели, но я бы вам еще советовала заходить на страничку для интернациональных студентов и смотреть, что пишут здесь. Тут они много, что пишут, но давайте мы именно проскроем вниз и посмотрим. Requirements, как я это уже сказала, это требования. Так вот, Proof of English Proficiency вам нужно будет сдать. Кстати, Дуолинго классный экзамен, очень дешевый, легко сдать дома, поэтому если университет принимает Дуолинго, сдавайте его вместо Тойфу. Вот, также тут написано, сколько нужно будет баллов за каждый из этих экзаменов, что очень useful, очень полезно, эта табличка очень классная. Дальше, Credential Evaluation, как я уже сказала, вам нужно будет эвалюировать ваш диплом по сравнению с канадскими, да, и американскими дипломами, и они вам даже дают сайты, названия компании, которые эту эвалюацию смогут сделать. К сожалению, университеты эвалюации такой не занимаются, вам нужно обращаться к третьей компании и, конечно, им платить, чтобы они сделали эту эвалюацию, а потом отправили результаты именно в ваш университет. Так, дальше транскрипты тоже. Дальше, с учетом того, что вы делаете эвалюацию, вам все равно нужно отправить дополнительные транскрипты сразу, напрямую в этот университет. То есть, опять же, спросите свой прошлый университет, чтобы по почте отправили ваши транскрипты им. Дальше, дальше, дальше. И financial certification, чтобы даже после того, как вас приняли на программу, чтобы вам International Student Office дал I-20, I-20 это очень важный документ, вам нужно показать, что у вас на счету есть какие-то денежки, и вы присылаете им справку из банка, что у вас эти деньги есть, и только после этого они отправляют вам форму I-20. Если у вас остались какие-то еще вопросы про документы, связанные с поступлением на магистратуру США, обязательно задавайте их внизу, я пытаюсь отвечать на все ваши вопросы. Также, если у вас есть идеи для новых видео, обязательно пишите их внизу, потому что я снимаю видео сейчас очень много, очень часто, и мне постоянно нужны новые идеи, поэтому пишите их вниз, я буду их читать, смотреть и снимать. Надеюсь, вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, и не забудьте посмотреть видео, которые сейчас всплывут на экране в какой-то стране, я не знаю в какой, поэтому даже не показываю, где они будут. Пока!